народ понедельник всем доброе утро понедельник начинается со звонка блендровер и очень скоро должен приехать таллинг и забрать наш автомобиль он не заводится как-то недели народ оплачиваем налоги оплачиваем ну и кушаем кашка сегодня так народ у нас так сезон забирайте свои формочки сколько раз раз два три четыре пять шесть семь восемь человек ребята налоги 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 на это мы сегодня отправим то он должен был приехать два часа назад обещали приехать забрать виллар но вот видится виллар стоит на капоте вообще мое мнение ребят виллар должны ездить вот так вот здесь то есть говно не должно отличаться от говно по большому счету да то есть вот сразу же как вы считается вот так вот виллар должны есть только пакетов эти должно лежать тут очень много виллар это говнище все все не могу не могу ты глохнет тупит не едет и открыли кейс вообще смотрится увидеть народ зацените часики натираю буду вешать здесь давайте посмотрим что повесить нормально ребят напишите комментарий нормально или нет я считаю не выше лучше повесить вот сюда отдаем это говнище так здесь оставляю в таком же состоянии заберем крути водички и что виллар забрали знаете кто приехал приехал салаза мы на работу вот так едем на работу на кредит так так диманчик прозвенции мне не подошли может пацанам еще дать там двое штанов посты все новенькие агаповские хорошенькие так народ еще что у нас пришел порог форд фокус пришел порог на фораннер еще где-то посылки поприходили сейчас это будем разбирать перебирать на базе мы уже лого поняли еще народ привезли двери двери на фораннер вот так вот нам доставлены будем смотреть что почем сам франциск саня спасибо у меня у нас будет сегодня паршамакан с вырванным колесом вырванная правая сторона двери у нас пришли на вот этот фораннер будем все это менять ребят порожек в общем смотрите я думаю сегодня этим займемся кстати чтобы он здесь не висел очень долго виталика мустамка есть упакован виталия привет тебе что еще идемте смотреть что у нас тут еще чей-то гольф стоит непонятный пилит наверное помните да кадиллак вот этот мы сейчас разбираем все все сбрасываем убрали всю мордашку все это будем упаковывать сняли двери все это отправляется в Украину помните человек взял его в качестве донора лёха привет лёха здесь смотрит за своим автомобилем здорово Женя собирает правую сторону уже практически собрал как я понимаю на субарике сегодня у нас выйдет да как я понимаю выйдет и мы покажем что это за субарик я поговорим о разборе тебе нравится не нравится что нравится что не нравится все нравится все устраивает услуги качественные я всем рекомендую спасибо дружище давай чероки двигатель 3.2 есть продажа у нас сколько здесь пробег 34000 миль пробег народ хотим ну что-то примерно весь сборе двигатель именно двигатель сборе тысячу долларов хотим кому интересно пишите звоните ребят это мл который мы будем пилить на запчасти я не знаю сколько денег он стал но опять же можете глянуть друзья ну смотрите вот такой вот мл можно взять за знаете за сколько за 2400 вот он гоняет весь есть небольшие царапины лысая резина ну и вот такой вот задний удар ну якобы удар в большом счете как такого удара то и нет 2400 выигрышная ставка отправляется в казахстан пилим на запчасти женя это твой мусорник мусорник ребята видите да кто мусорник да там вообще же автомобили со страховых аукционов дальше нам привезли очередной пассат сесси уже наверху вот тут коллекция пассатов собирается опять же напоминаю народ все по 50 задние крышки задние бампера двери голая все по 50 долларов если вы покупаете пассат сесси через нашу компанию в любом из офисов будь то украинский минский московский алма-атинский кишиневский разницы нет если вы приобрели автомобиль приходит нам на базу 50 долларов любая дверь любой бампер любая задняя крышка в наличии их очень много идемте покажу сколько хундай санта фэ стоит я вижу отправляется в казахстан в караганды саш это твой вот такая такома у нас отправляется в россию немножко позже покажу вам что за он будет стрим будем показывать и рассказывать итак ребят прошло немного времени и что мы видим автомобиль уже на колеса ребят соборе готов все гоняет да 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 мы можем все друзья здесь доставили очередную дверь к очередному автомобилю еще будем следить что это за она помните форанер вот он здесь у нас пришло две двери две голые двери полностью цвет цвет даже у нас один и тот же цвет ребят обратите внимание как угадали попали полностью в цвет собираем сейчас все двери для заказчиков и как бы будет довольно таки неплохой автомобиль ребят тимур попросил нас заклеить пасеки которые идут на распил разбор понятно что будем заклеивать тимур нам оставляет все двери все задние бампера все крышки в сборе и мы конечно же делаем сразу же красоту ребят рульки стоят нам по 100 долларов этой пленки но опять же мы всегда помогаем тем кто помогает нам а еще к нам пришла вот такая вот бмв пятерочка которая уходит в казахстан на распил разбор ну вся целая интересно что с ней в смысле что бампер так а нет ну ребят не только пробита правая сторона ну вот какой у нас удар процессом немножко вы считаете это удар ребят или это так царапинг гляньте за сколько приобрели или вместе посмотрим народ давайте вместе посмотрим быстренько за сколько можно приобретать такие автомобили вот остается лот номер 60283299 в поисковичок и что у нас 1000 долларов ребят за 1000 долларов было выиграно этот автомобиль что он там заводится не заводится unknown непонятно all wheel drive mechanical problem механическая проблема 1000 долларов достойно нет народ пишет кстати у вас можно приобрести такой автомобиль за 1000 долларов комментируйте пожалуйста вот интересно что можно приобрести в вашей стране за 1000 долларов комментируйте какая страна и что можно приобрести вот с таким салончиком у нас какой салон я думаю салон у вас будет стоить примерно этих денег где народ на механике у нас вот такой и исток дима расскажет вам сегодня в знакомого под домом прямо на спринтеры утром встал а катализаторов нет черные видите как валят катализаторы прямо возле дома имеется ввиду аккуратно на спринтерах здесь в филадалфии режут катализаторы как с добрым утром давайте глянем за сколько взяли посад сисед мне стало интересно под чем их можно брать вообще ребят смотрите на распил разбор их можно брать ну 800 долларов 800 долларов десятый год вот с такими ударами как кому интересно распила разбор народ пишите народ кому-то нужен задней дверь да да страшно ребят кому-то необходим пишите звоните пока мы уже это грузим 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 у вас есть буквально 15 секунд на принятие решения двери закрываются ну вот завтра утром уже я вам покажу что из этого всего получится подножку так же Женька снимай ты ее просто снимай и мы будем что-то там меня еще достать там есть порог да он будет так же стоять а почему потому что оно завалено туда ааа я понял вот здесь все 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 ну и вытаскиваем Димак только здесь надо будет я думаю подклеить закрыть его заглей ну заглей в сторону чтобы не заливалась туда вода и все да и капот накройте чем-то чтобы не было ну чтобы знаешь двигатель прокрути если он целый или не целый Андрюх в общем сейчас проверим все ребята я отправляюсь домой так как за мной приехали мои девчонки все всем до завтра парни Николь ты как тут все погнали домой все семейство едет домой все понедельник Ники ты что там делаешь Ники читает вечер уже я что-то я тут делал 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 у меня пропал вообще экран стал белый экран красоту но это не Коль готовит вообще-то папе вот что папе как всегда мне как красота рис а еще парни нам пришла посылка сейчас вам покажу какая что-то очень тяжелое непонятное оба да 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 это 200 пил ровненько 200 народ так девчонки не останавливаются кто делает сырники и конечно Николь с мамой сырнички сырнички когда-то их любил когда-то они мне можно было их пробовать а сейчас нет но хоть девчонки порадуются это Николь на ланч это Николь на ланч девчонкам и папе что мы выбрали да или все-таки мужики дорогие друзья вторник позавтракали сделали обед вот вот у нас такой ну и для настоящих парней хочу показать вот взяли и сделали переводы и не говорят это я к тому что ой я жду по-прежнему Юра от тебя 10 тысяч долларов 10 тысяч долларов уже довольно таки долго Юра серьезно не води за нос ну да да нет нет я не забираю твою машину из порта сугубо из-за того что ты мне все объясняешь что вот 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 ты же понимаешь что это будут стоянки это будут проблемы зачем ты себя загоняешь в проблемы не загоняй ребят нельзя так делать просто нельзя итак народ погнали на базу я сегодня со своим водителем персональным тарсенал водителем погнали вторник начался чуть ноги не отбила пилами о май гад дуйся дуйся ребят едем 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 сейчас будем показывать что у нас там куча 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 в общем всего интересного утра посмотрите наблюдайте я думаю все понравятся erkолова да 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 но да 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 63 бук后 Американская. Ребенок только что начал читать и нам приходит вот такое вот сообщение. Что она там делает, в общем? Да, это сочинение. Ребенок составлял сочинение, что она делала на выходные. Ну и вот, понеслось. Явно не то, что делали бы Эрик. Эрик, привет тебе, спасибо. Спасибо вам, Даша, что тебе привет любит за кофе. Даша, ну скажи пару слов. Классный. Честно, я фанат кофе, но у вас просто идеально. Ты понял, Эрик, да? То есть так держать. Ребята, это кафе Оле. Прям возле адвокатской контурии, когда их мы направились. Друзья, я на базе. Идемте смотреть, что у нас здесь происходит. Вчера я показывал Toyota Forerunner. Я вижу, ее сделали. Ребят, смотрите, что сделали. Заменили всю левую сторону двери. Нам пришли двери в цвет. Ну и вот, что это получилось. Все, вся сторона, вся целая. Вот так вот. Как вы считаете, нормальный двигатель? Я считаю просто офигенно. Когда человек, получается, все, практически целый автомобиль. Да, там немножко нужно будет поиграться с порогом, но... Cadillac. Cadillac XT5. Вот он у нас здесь стоит такой. А днюх, я думаю, будет его пускать на донор. Будет подбирать под него автомобили и далее двигаться. Вот такой вот. Все заклеили, увидите. Для того, чтобы влага туда не попадала, хотя это утопленник. Но опять же, утопленник, чтобы стоял и ждал далее своей участи. Дима загружает металлолом. Идемте посмотрим, что там за металлолом. Закрывай. Да, нормально, опускай по-тиху еще. Марко оригинально из Италии. Вот такой. Марко? Ты из Италии оригинально? Да. А откуда? Из Америки? Но ты итальянец? USA. Нам говорил, что итальянец, а сейчас говоришь, что USA. Не знаю, короче. Врет, не врет, не знаю. Упакуем на отправочку вот так вот целый вен запчастей. А это все будет выглядеть вот так вот, в таком вот состоянии. Сейчас только капот весь картоном обложим, чтобы он вот нормальненько стоял. Все вот так вот будет упаковано. Здесь на разборе у нас джелка. А здесь у нас Володя аудюшку закачивает. Сюда сейчас ставим машину, ребят. Кукла пока стоит на выморозке или на заморозке. Но скоро и до нее пойдут руки. Ну все, я понял. Тогда берем, упаковываем, пылесосами отправляем. Все, давай, на связи. Ребят, в общем, четыре автомобиля в Молдову отправляем. Порше Маккан не делаем, только чистим пылесосом. Потом они будут все заказывать. Там по месту. Все там есть у них. Ну, как бы, либо они нашли, ну, все такое. В общем, чистка, уборка, пылесосы понеслись. Четыре автомобиля отправляются в Молдову. Скоро все увидите, как это происходит. Смотрите, что к нам приехало. А к нам приехал Ford Flax. Вот такой вот. Вот такой вот, ребят. На обзорчик. Друзья, Леха улетает в Белоруссию и пригнал нам машину, чтобы мы у него забрали. Забрали за 2 тысячи долларов. Давайте я вам покажу, что за автомобиль. В общем, смотрите, как считается, стоит его забирать или нет. Я потом скажу свое мнение. 197 тысяч миль пробег. Это у нас Infiniti QX56. Вот такой вот. 2 тысячи долларов. Ну, я думаю, что стоит. Да, есть моменты. Ну, опять же. Это QX. Работает он нормально. Весь обслужен. Легко гонял. То есть, приобретал его точно так же у нас. Я даже не помню, за сколько. Салон. Салон закинем. Салон Феликс оставляет. Тут какой-то салон закинем. Будем выставлять на продажу. За тысяч пять-шесть. Как считается, можно поднять бабла? Нет? Сколько? Какой-то год вообще у нас. Да это в продаж. Четвертый год, ребят. Четвертый. За два косаря. Леха. Дил. Сделали. С подогревом и совсем. В общем, вот такой вот он. Поехали дальше. Поехали к Леше. Рассчитаем. И он спокойненько полетит в Беларусь. Город Гродно. Встречай, Леха. А Леха отправил машину. Мы ему отправили только что Aldi A6. Ну, а эту в честь этих. Второй день, короче, забираем. Феник. Феник. Поторгуемся с Лехой или нет? Народ. Как вы думаете? Ну, все же торгуются. Давайте поторгуемся. Леха, сколько денег? Ну, как и вы видели с тобой. Два. Один и восемь? Один и восемь. А что? 1800. Весь строит, дергается. Может, что под клеммой. Да, один и восемь. Смотрите, на Лех. Все, давай, все, вкусник. Давай один и восемь не забудь. Видите? Все-таки, что надо торговаться. Леха, красавчик. Один и восемь. Один и восемь. Дима сразу пришел. Все, Лех. Дил. Во, во, блин. Хулиган. Народ. Так, нарык пришел. Фонарик Tesla Model S. Все сразу слабляем туда и отправляем. Сегодня отправляйте Tesla Model S. Дорогие друзья, доставлен Ford Flex. Ну и начинаем фотографировать, отмечать все моменты. Здесь мы добавляем, ребят, как бы около 100-150, 250. Разницы нет. Да, сколько фотографий вы закажете, столько и будет. Все показываем, все рассказываем, что с вашим автомобилем. Вот так вот это происходит. Все моменты фотографируются. Сейчас просто детальный осмотр. Ну а позже заказчик уже говорит, что ему еще дофотографировать, что ему еще допоказать. И вот эти все моменты. Запаковал, так запаковал. Запаковалась вообще, да, народ? Запаковалась. Присела металлака, блядь. Да, отправляется под таможню. Кстати, будет сегодня растамаживать так, ребят, чтобы вы понимали. Пойдем. Все, перекрестил. С Богом. Дима отправил свою машину. С Богом. Пошла съемочка, 155 человек. Ребят, а съемочка у нас вот о чем. Как лепится из говна и веток в заднем банке. Вот так вот он лепится. Вот так вот. Сейчас соберется и на шурупики будут перекручиваться. Опять же напоминаю, в этих сериях, короче, и только этого фильма, и только этого фильма, никто не попадает, ребят. Имеется в виду. 159 человек. Всем привет. Ребят, стрим по Флэксу закончился. Спорт Флэкс. Ну и сразу же с заказчиком общаемся на тему, что ему необходимо. Поэтому те из вас, кто покупает автомобили из США через нашу компанию, ребят, не стесняйтесь, сразу же после стрима звоните. Помните, лучше позвонить после стрима, пока автомобиль стоит вот так вот возле меня. Вы не отвлекаете меня от работы и я не отвлекаюсь ни на какие моменты. Все показал, все рассказал, все остались довольны. Если нужно дополнительные фотографии, говори мне прямо сейчас. Ну дальнейший движ уже пошел. Алло, добрый день. Привет, Володь. Да нет, все нормально. Я такой вопрос такой. По запчастям, допустим, усилитель бампера, что там надо, радиаторы, вентиляторы. Я подумаю, напишу, а потом тебе там смс-кой сброшу. Хорошо? Андрей, как бы все хорошо, только было бы лучше, если бы ты держал связь через менеджера. Сразу напиши ему, что необходимо и все. Спасибо большое. На отправку готовится Макан. Чистим, убираем, пылесосим. Ну и привезли к нам Венза. Венза, Венза, Toyota Венза. Завтра, скорее всего, будет стрим. Вот такая вот Венза. Кстати, цвет такой зеленоватый. Мне казалось, черный. Ребят, смотрите, какой цвет. Цвет такой черный-зеленый. Пипец, как он переливается. Ну, с виду черный, да, народ, нет? Я думаю, порожек, порожек, порожек. Из Калифорнии, скорее всего, порожек. На форанах. Друзья, вторник не заканчивается. Короче, отправляется у нас Porsche. Отправляется Tesla Model S. Отправляется Audi A6. А также отправляется у нас Soberic. А там что-то привезли. Но! Еще вперед. Еще немного. Купили краску. Купили краску, знаете, на что? На куклу. Semiglass! Нормально покрасится, я думаю. В общем, увидите, что из этого всего получится. Идем посмотреть, что там. А здесь на отправочку готовится очередной автомобиль. Чистки, уборки, сушки, да? Да. Это в Беларусь, в Клайпену. Шеволе Круз двери закроет, как на Урал. Что там не залазит? Что? Вот так? Ну все, остальное все вовнутрь. Ох, пошел дубочек, да? Загоняем, ребят, в сухой туман во все автомобили перед отправкой. Сейчас грузовичок приедет. Ну и будем загружать. О, пошел как дым, да, ребят? Видно, нет? Я не знаю, камера передает или нет. Еще, еще один астук. О, нормально, нормально, нормально. Ребят, вот что такое туман. Забили туманом весь автомобиль. Ну а сейчас загоняем точно такой же туман. Ребят, это против грибка и плесени. Забиваем каждый салон автомобиля, чтобы не было ничего плохого у вас. Пошел, 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 пошел туманчик. Пошел туманчик. Пошел туман, ребята, видится, да? Ох, как он распространяется быстро. Вот так вот. По всему салону и плесени там не будет. Сейчас у нас осталось Audi, Audi A6. Ой, как классно. И Subaru, да. Как красиво это. Вечером смотрится. Закрываем. Загоняем в Audi по шестую. Видите, да, ребят? Вот так вот это происходит. Вот так вот. Смотрится огонь. Вот столько туманов. Каждый автомобиль мы загоняем по несколько раз для того, чтобы реально вы остались довольны услугами нашей компании. Смотрите, как это происходит. Вот так. Я думаю, камера передает все то, что вижу я. Огонь, да? Вот так вот он ложится во все автомобили. Проходящая, проходящая нашу базу. Итак, привезли Toyota RAV4. Вот такой, вот такой интересный автомобильчик. Будем делать. Стоять на колесах, я понимаю. И отправляюсь к одному из наших заказчиков. Стрим по нему не будем делать, так как просили его не показывать в стриме. Вот такой RAV4. Ну и привезли еще один автомобиль. Это у нас Volvo X 70 на запчасти. Ну, по нему так же стрима не будет. Так как, ну уж понимаете, смысла стримить нет. А Volvo отправляется в Беларусь. Ну, я думаю, что пора бы закругляться. Но мы ждем еще перевозчика, который мы сейчас загрузим 4 автомобиля. Он едет сразу же сбросить сегодня в порт. Поэтому, как-то так. Итак, первое, что загоняем, это Круз. Ребят, смотрите, весь заклеили по кругу. В общем, как-то так. Отправляется в Беларусь. Ну, вообще, отправляется к старичку моему. Мы ему просто сделали. А тут какая-то музыка сразу загоняем. Что это за радионарод, так вы думаете? Радио, я думаю, радио Филадельфия. Ну что, поехали, будем загонять на этот... Прямо на этот, как его... На Трачок. Можем ехать. Как думаете, я смогу заехать, не, народ, сам? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Как думаете, получится или нет? А почему нет вообще? То есть, ну я же вроде бы адекватный дядька. Почему нет? Конечно, жесть, ничего не видно. Жесть, ничего не видно, но... Ну, вроде бы у папы получается. И по первому разу даже очень неплохо. Игорь, нормально? Давай, давай, давай. Подожди, секунду, секунду. Короче, это первый раз, может, ты понимал. Нормально, нормально. Специально, как говорится, для тупых линий нарисовать. Да, да, да. Давай, 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 давай. Чтоб колесо порос в эту фигню. Еще, еще, еще. Еще, еще. Оп, все. Все, я ставлю паркинг, все закрываю, правильно? Да, на паркинге сюда забрать. Да, давай. Так, народ, представляете? Ну, Игорь правильно сказал, здесь специально для тупых нарисована линия. Бля, я похож на такого, нет, народ? Похож или нет? Стоит нормально. Так, пишите в комментариях, кстати, интересно ваше мнение. Пошел, 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 пошел. Заехал. Все, супер, есть. Что мы с ней делали, парни? Ну, вы помнится все, да? Меняли ступицу, ступицу. Кстати, колеса заклеили, два колеса, левое заднее и правое заднее. Ну и все, и автомобиль вот выгоняет. Весь почистили, убрали, заказали фонарик левый, видите, он уже есть. Все светится, все хорошо. Ну и все, автомобиль отправляется в Молдову. Вот такая вот у нас погрузка четырех автомобилей. Итак, друзья, четыре автомобиля мы погрузили и спокойненько отправляемся домой. Все, все спокойной ночи, мы погнали домой, завтра среда, смотрите новую серию. Точнее, даже не серию, а новый день. Всем бай-бай, всем на связи. Ребят, мы еще не закончили вторник, я думал, что мы все-таки закончим, не, не. Пришел домой, помылся, покушал, больше часа отвечаю на вопросы. Загрузили практически все видео с понедельника, а у нас десять вечера и еще что тут у нас, у нас здесь Феликс просит поставить на вот эту машину еще двадцать две тысячи. Ну давайте, сейчас закинем быстренько. Ниждежда Фельдхад, Салвич, Флат, был утопленник в Нью-Джерси, окей. Крыша подмята, окей, Run&Drive. Крышу мы видим, что подмята, протесана. Восемнадцатый год, ааа, нормально сбили. Закидаем вин и смотрим, стоит ли на него вообще ставить или не стоит, может он вообще не продавался, окей. Странно, тогда мы делаем через Google. Что у нас Google покажет? Вообще, битки это понятно, если утопленники, они меня утопленники пугают. Так, 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 картинки, все по картинке по этому запросу. Ну вот все картинки по этому запросу. Все картинки по этому запросу. Купить из Америки, вот его кто-то выставляет. Это вообще понятно. Вообще, есть утопленник, я бы его смотрел. Но так как утра на Драйв, у него пробита крыша, мы видим удар. Так, тут момент. Но опять же, для заказчика, я сейчас буду звонить Феликсу, я бы советовал посмотреть осмотр автомобиля. То есть, тут такие моменты. Я там по Карфаксу посмотрел, там заезжали к дилеру во Флориде до того, как страховой случай наступил. А потом там через пару месяцев его разъебали. То есть, как бы то, что он Нью-Джерский, вроде как история прозрачная. Ну, значит. А что вы скажете о нем? Пишите в комментариях. Карфакс проверили. Все проверили, все показали. Заказчику объяснили, что салвич флат. То есть, он ранее был где-то утоплен. Но полстата ничего не показывает, но он ничего не показывает. Ну и... Но я этому клиенту сказал, что, короче, ответственность на нем, что мы не нанесем никакой ответственности. Хочет ставить, не хочет не ставить. В общем, клиент сказал ставить. Ну, значит ставим. 22. Все. Ее коншуем. Ее битву с коншуем. Сбрасываем Феликсу. А Феликс перебрасывает уже заказчику. Дорогие друзья! Всем доброе утро! С вами, как всегда, Владимир Толочко, компания Seven Motors. Итак, у нас среда. Начинается день с ответов на вопросы. Всем-всем-всем отвечаем. Вопросов очень много. Каждое утро, каждый вечер я всем отвечаю в вайберу, ватсап. Поэтому не стесняемся. Пишем. Пишем. Ребят, не звоним. Также можете подписаться на наш инстаграм, на наш телеграм-канал и так далее. В общем, все ссылочки в описании по данным видео. Ну, а я собираюсь на базу. Сегодня будут стримы, я думаю, по Toyota Tacoma. Далее у нас есть Toyota Venza. Поэтому, парни, смотрите, все угнется. Ну, как всегда, рис. Ну и индейка. Да, с тыквой. Нормально. Нормальная диетическая еда. Да, Рокки. Вот Рокки сразу бы хотел покушать такую еду. Итак, народ, пошел третий день. Так у нас нет Land Rover, да? То есть, его нет из-за того, что мы его отдали на ремонт. Они не могут понять, что к чему. Опять же, он глохнет. Непонятно, что с ним. Получили счет за Land Rover. Ой, Дуся будет звонить, так как три дня тишина. Дуся, давай, начинай звонить. Я сейчас посмотрю, что у нас здесь в конвертике, что писал. Так, кто у нас там спрашивал, сколько стоит в месяц. Да, вот 897 долларов он стоит в месяц при депозите. Мы вложили депозит. Сколько? 7? 10? От 7 до 10 тысяч. В общем, Land Rover новый стоит в месяц 897 долларов. Имейте ввиду. А, Дуся звонит уже Land Rover. Здравствуйте. Здравствуйте. Толочка. Толочка. T is in Tom. A is in Apple. L is in Love. O. C is in Cat. H. K.A. 12. Ok, so, and it begins with a T. One moment, please. Yes. Thank you. Смотрите, мы набрали, и 15 минут мы ждем, что нам ответят. Sir, I keep you holding on your transport. 45 минут. Okay. Raviser is finishing up with a customer. He said that if you take our voicemail, he will call you back shortly and gets you an update. Okay, guys, I just wanna remind you that you did not even один звонок у нас занят занял знаете сколько грубо говоря час понимаете то чтобы узнать что стоит машина и никто не звонит следим дальше смотрим что будет на повышенных тонах с ним стал разговаривать ты чё так разговаривать у меня там деньги твои висят этих машин которые ты отправил нет игры что за херня то он такой ну ты короче тогда вообще ничего не увидишь больше я беру заебись нормально ну вот и все и потом короче в полицию чикаго писал и везде короче писала это из чикаго дать себя кинули но он говорил что он живет чикаго здесь вот написано продавец вид экспресс кинли парк и ленойс это в каком году было это был 2006 год вот мы с ним начали получается работать а вот этот кидок весь произошел короче в седьмом году он смотри я тебе такая ситуация вообще здесь кейсы рассматривается четыре года да то есть как бы если по бизнесу что-то вообще идет спустя четыре года ты ничего не добьешься вообще ну то есть бесполезно бесполезно да какая там сумма ну там вообще получается 46 у меня он остался должен 46 тысяч ну видишь 46 но они просто отдельно 46 тысяч там как бы ну поверьте да тут ничего не сделаешь уже я уверен что ты ничего не сделаешь просто ну это будет выброшенные деньги адвокаты будут брать если это нормальный адвокат они будут брать это денег показывать рассказывать но по факту ничего не будет вообще самые нормальные адвокаты скажут то же самое что тебе сказал сейчас я джо запей забудь забудь и ну как бы сделай видос чтобы на них просто никто не попадался мой тебе совет я не занимаюсь тем чтобы отбивать головы не ко мне точно обидно я понимаю обидно 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 за те моменты которые ну просто обманули этом на доверие ты работал я все это понимаю меня обманывали не раз меня обманывать до сих пор то есть ну поверь я я был в этой шкуре но я бы сделал так я бы эти горю я бы снял ролик и все если бы все переписки все переводы показал бы кто это что это чтобы люди на будущее не вляпали в общем эта история произошла в 2006 году понимаете да вот вот такие моменты случаются с людьми и как бы как как вам сказать но доверие это хорошо но если вы не знаете человека если вы не понимаете что он делает кто он что за ним стоит компания или это просто частное лицо в основном хренью занимаются частные лица просто кидают и все ко мне звонят ежедневно ну ежедневно люди звонят хотя бы один человек который битва у меня бросили меня обманули меня кинули очень откинули на 46 тысяч года на 30 кстати есть такие истории ребят пишите звоните будем помогать будем уточнять будем разбирать я многим помогаю кстати в чикаго мы забирали два автомобиля то есть мы не то что там за мы не выбиваем деньги мы просто стараемся правильно со стороны закона подойти к этому чтобы люди ну как бы повлиять на исход вот и все ребят здрасте всем привет итак получили сегодня письмо письмо в суд наши это сказать наши арендодатели арендодатели съемщики мы сдавали короче квартиру домик один наш ухаршим сдавали одной семейной паре в общем они там все разломали все сломали все не убрали не платили месяцами собака зацела весь дом короче вот куча 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 всего и у нас остался депозит мы посчитали там сколько там забрать не забрать что отдать что не отдать но письмо пока им никуда не отправили потому как не знаем нового адреса а ты отправил на письмо отправила дашка короче затраты на восстановление этого дома что они там убили что они не убили мы получаем сегодня письмо что они нас вызывают в суд а вернут депозит в общем ребят я думаю или да люди не платили за жилье два месяца квартиры взяли собаку который по контракту нельзя было брать то есть смотрите какая какая наглость еще реквестит назад типа за то есть америка ребята которые арендовали у нас помещение они нарушая контракт все равно идут в суд она хочет 4 тысячи получить да да хочет сделать еще деньги посмотрим в общем смотрите я думаю получится интересное видео народ среда очередной кейс и очередной кейс где у нас опять же дал их можно трать клеве приехали с эриком дады пока не говорим о чем просто делаем кейс и погнали народ но как же утром из новиного кофе лёва эрик кайфула да 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 офигенно спасибо помните человек должен денег пошла вторая неделя давайте мы напишем хотя бы что то что он там ответит то что он приносит извинения это все хорошо а машины стоят в порту и нужно решать что с ними делать давайте напишем ему сообщение юра ваш автомобиль и стоят уже в порту довольно таки долгий промежуток времени вы обещаете уже вторую неделю отправить деньги смотрите концу недели денег не будет мы заберем эти автомобили оплатим все штрафы и будем с вами разбираться дальше уже через суды я думаю это будет примерно выглядит вот так вопрос деньгами я решаю забирать их никуда не надо пусть стоят штрафы которые на в порту вопрос деньгами вы решается уже если быть честным так месяц тогда и уже прошло примерно три недели практически два месяца странно ребят скажите мне как вести бизнес если вот есть личности которые решают вопрос деньгами по два месяца это бизнес нет вот это вот этот человек у нас последний раз закупает автомобиль потому как я один раз вляпавшись я больше не лезу и все то есть либо полная предоплата и мы идем либо никак иначе парни на что вы рассчитываете когда вы покупаете автомобили в долг и честно я даже не знаю на что рассчитывать что у нас сегодня привезли очередной фолькзваген пасад сисы но смотрите что у нас тут есть опять же все двери бампера крышки багажника в общем все по 50 сегодня на осмотре будет вот данный автомобиль toyota венза будем показывать рассказать что с ней в общем среда такая идет на и далее что у нас еще есть там внутри ребят вот смотрите время прибавляю с 2 вот эта часть стоит 700 долларов а ты ездила нашла с этим да а как она открывается может показать да еще народ покажем что это такое смотри арчи видите что это да такая вот стеночка я наоборот оригинальная рэм все и ничего не выпадает кому интересно друзья пришли какие-то посылки не знаю что это как это но вот это выглядит вот так вот я думаю что это что-то что-то интересное скорее всего это alt altima да парни видите да это скорее всего altima секту прислали диск какой-то прислали радиатор в сборе прислали капот в общем как-то так инфиницы кекс 56 кому интересно парни продаем за 3000 взяли за 1800 ран и драйв монстрик 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 монстр для итогов недели что мы здесь делаем ребята меняем капот сняли капот вот пришла у нас целая посылочка но и ставим другой капот то алюминиевая капота ребят все запчасти на алтиму вошлись вроде там что в районе 3 и сразу же все собирается в общем очень скоро вам покажу что по итогу получится смотри вот пришли твои радиаторы все в сборе вся кассета замком замок целы видишь да со всеми шлангами вот так все вот это пришло что мы делаем мы ее ставим в алтиму или мы упаковываем можем в этот в поставить сколько денег поставить смотри дело не сколько денег дело в том что как вы растаможите уточняя сразу по таможне если это повлияет на таможню тогда ну это одно по деньгам по-другому а если закинуть тебе бушный чтоб показать что у тебя радиаторы были не 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 это все решая с ребятами тебе сразу же надо узнать что почем переговорить начально по таможне да поставить смотри где-то за морду снять поставить все вот это мы возьмем я думаю долларов двести пятьдесят капот мы составим смотри капот мы те уже поставили бесплатно всего переложили все переставили все резинки все эти моменты это все бесплатно но как только нужно снимать разбирать всю морду ты же понимаешь это время это деньги давай 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 все ребят сейчас как бы заказчик вместе с нашим менеджерами пускай решат что делать как будет дешевле кстати вы пишите как будет дешевле для таможни со старым радиатором или с новым потому как но либо они там друг друга не понимает недопоняли либо что-то не должны прийти там консенсуса какого-то и когда они уже скажут нам что делать мы либо поставим на место либо упакую положу багаж смотрим дальше как все сделано и все проложено кто так делает народ давайте вместе скажем семь моторс кто так делать больше никто вы же понимаете упаковывать и метода не ставьте его упаковывать и в багажник положите скажи такой вопрос с капота сняли вот этот замок перевесили назад да 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 все сделали полностью капот оставили гола только выбрасывается все остальное перевесили все поставили все хорошо все это дожду давай на связи друзья на audi q7 привезли масла масло и фильтр 7 заказчик попроси поменять сколько денег 46 47 долларов тотали масло и фильтр но и замену там возьмем пара копейки все все ребят короче перерыв пошли курицы что фил нашел в багажнике машины бля это же это да то есть это пипец давай ставь чайник парни вот если это отправить плесень я думаю плесень решетка тейнер корабельные крысы там это пипец пишите комментарии чтобы об этом думать такие вещи встречаются только часто в автомобиле дорогие друзья всем доброе утро у нас четверг и четверг у нас начинается с премьеры премьеры новой серии жизнь белоруса в америке смотрим комментируем ребята оставим лайк и делимся видео да 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 так хочу вам показать как отправляется в америке письма как почта работает смотрите 3 письма которых нужно отправить ты просто кладешь в мейлбакс забираешь старую почту вот это вот все которая не нужна вставляешься за письма закрываешь поднимаешь флажок все как у людей и все и почтальон забирает эти письма как-то так погнали дальше наш уже выехала и мы отправляемся на базу ребят на базу 7 motors 7 motors это приобретение автомобиля из сша ребят в описании по данным видео есть номера наших офисов наших телефонов поэтому звоните пишите если вам интересны автомобили сша дровера у нас продолжается 2 дня они меня просто бесят я им звоню они говорят что типа короче грубо говоря они послали меня просто на а ну какой у вас адвайзер с кем вы разговаривали когда вы привезли машину что вам сказали насчет этого потому что игры свяжите меня с кем-то нибудь я сказала что типа владимир толочка бла-бла проверьте машину он говорит мы ничего не можем сделать у нас здесь констракшн ссори все идите нахер народ это вот такое общение лэд-дровера с кастерами понимаете даша уже туда не звонить мы четвертый день не можем понять что с нашим автомобилем мы четвертый день не можем получить рентовый автомобиль в общем вот такой вот движ с лэд-дровер дилерством виллогров помните об этом это виллар мазафака друзья настроение мне сегодня утром поднял один из наших подписчиков один из наших заказчиков которые перед волос смотри я нашел твоих конкурентов смотри как они разводят людей прислал вам видео ребята видео у нас в инстаграме на нашем канале в общем смотрите и показываю а потом они не включены 1749 почему 1749 потому что связи с этими вот круто на пальцем за получается вот так а титаник а вот так получается вот так а я сидел вот так чеки вот а это вот приписано вот часть 8 у тебя номер дома 34 у меня по паспортовому году 304 русского 304 до 33 это дом 304 саранное помещение за место флигеля справка вот вы встречались ребят с такими платим продавцами автомобилей вот да 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 98 процентов компаний таких поэтому когда вы хотите выбрать автомобиль из сша помните компания салон motors единственная кто имеет свою базу и оказывает какие-то услуги все остальные это вот продавцы на пальцах номера телефона в описании под а ведь звонить спешить друзья мы добрались до базы я на базе что мы здесь делаем конечно же смотрите серии увидите выпиливаем стекла выбрасываем кузов 1 2 ну и дальше день будет продолжаться скоро будет стрим по тойота такома обитую фару нам подарил девят знаете кто заказчик который привел на спорт южен мы ему за это подарили знаете чем руль вот такой вот арбак мы его продали а руль дарим потому как у него сломаны кнопочки вот эти вот все запчасти из сша ребят здесь только 7 motors покупать автомобили парни ну конечно же только 7 motors помните об этом народ саня там заехал опять чё сами сейчас забирает на аэрбэги ребят видите да то что мы должны были утилизировать саша ты даем сейчас у нас бм-овский airbagi audi rbagi mazda да то есть как бы ну хватает всего такого то что нет не нужно нам но как бы саша может это выйдет будет пробовать продавать саня уже на трачке видите на каком неплохой трачок место до хрена парни тот кто хочет заниматься запчастями у кого есть свободное время не стесняйтесь заезжать это все мы отдаем бесплатно пока кстати только почему-то приезжает саша странно вам чего не нужны деньги ребят пишите звоните дорогие друзья четверг нам поставили очередной контейнер на погрузку это контейнер отправляется в казахстан три автомобиля и прицеп сюда мы помещаем не отправляем ребят алма-ата встречать новая битые автомобили с сша ну и прицеп ну а димон то перешел смотрите как димон кушает ребят о кто хотел бы это все в одно лицо конец недели кто к нам приехал конечно же да да и бабло 3 ванимали 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 друзья делаем фотографии для заказчика по дает такому полосу все моменты показываем причем четверг у нас продолжать делаем очень много фотографий также видео всякого рода мелкие виза которая показывает все нюансы по вашему автомобилю поэтому те автомобили которая проходит база ребят они все получает фото видео отчет дополнительно те которые идут в порты ребят мы также стараемся сейчас во всех портах давать дополнительные фотографии а также указываются услуги которые мы оказываем у нас на базе кроме сухого тумана ребят сухой туман только на базе гайса к нам кто приехал мэри приехал зачем приехал за посылками у нас четверг вот ману норма друзья к нам привезли очередной автомобиль сейчас я вам покажу какой то аудио 4 который отправляется простой разбор кому двери ребят пишите там и коробка пишите но опять же это все остается у нас у нас заказчик тим пассиву тебе большое что оставляешь эти вещи вам все двери задние крышки пенсильвании номер даже не все остается у нас и трансмиссия от данного автомобиля поэтому ребята счастье есть люди находят людей а ляди общается с лязьми где там далеко и подальше вы отсюда а вот люди я вот так ребята парни здесь знаете чем занимать tesla model 3 оставляем батарею здесь на продажу в америке а сам автомобиль сам кузовек отправляется в одну из стран бывшего снега но батарею будем продавать кому интересно батарея ребят звоните пишите скажем цену рабочая батарея на тесла модель 3 тут у нас сохнет салон кожаный помните да была бежевая кожа превратилась в черную обратите внимание как упаковываются стоечки от мерседеса все как себе да 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 все как себе дадим пассив больших наши заказчики это оценят сто процентов вот мы ведем так бизнес чтобы это было как для себя поэтому сразу все нормально так рода спрашивал по поводу цен на кофе ребят вот здесь выпивает примерно на 100 долларов константин смотри это получается у нас 137 плюс налоги и плюс наши 10 процентов это все на себе сейчас покажет с налогами там получается 145 долларов из доставки с нашими 10 процентами то получается 150 долларов да послушай смотри что у нас пришло то что я вижу у нас пришел диск на дюранга один есть мы тебе положили все четыре колеса с колпачками мы тебе положили панель приборов у нас пришел еще стабилизатор еще один амортизатор и у нас еще пришел один то есть получается у тебя три амортизатора будет по факту бампера мы тебе оба упаковали салон мы весь тебе перекинули решетки все короче все вот это мы сложили вовнутрь фары положили вовнутрь сняли обе фары положили вовнутрь капот мы тебе навесили и крыло навесили смотри машина заводится едет вперед назад но рулевая рейка иногда схватывает иногда не схватывает чтобы повернуть колес из-за то что она сломала там такие момент в общем все что о чем мы говорили все в твоем автомобиле пара вот здесь у нас лежат 2 сразу все уточни отпишись дай мне знать все мы тогда пакуем паковыми как ты дашь мне знать я сразу отправляю все хорошо все спокойно ночи давай на связь нам пришли еще какие-то посылочки надо проверять что это метро андрушчак заказывал зима что это такое что у нас там непонятно не банка это грил запаковали неплохо чистый китай я подешевле туда китае вы же понимаете так хочу это мазды мазда 5 все это володя на six five окей есть так и здесь что-то пришло давайте смотреть когда пластик усилитель просто на что это непонятно надо да очень смотри на что она по ребята резина приходит для вас вот еще находим заказчика колесо пишите пожалуйста владимир толочка иначе выгода будете писать константин колесников мы кладем эти колеса сразу же не опознанное и не будет лежать болтаться а так мы колесика получили сейчас бортируем два колеса к нам сегодня пришло так ребят на аудзи q7 пришла фара здесь вот сейчас мы смотрим все супер в аудзи q7 сразу забери потому что мы будем делать завтра дефектовку парня вот цены вот мы только что с константином общались и пишет супер дешевле чем у нас на 220 долларов вот так вот бывает это аудзи q7 то есть на модул 3 сливаем жидкости ребят ну и скоро будем опускать батарею вот там офис какой-то объясняет он на пальцах за офис надо платить за это надо платить хорошие машины выбрать их нужно искать искать нужно долго оплату нужно делать сегодня за аренды за сотрудников на покушать и у них не получается так как у нас здесь сделать когда купят тогда купят разницы нет клиентов очень много мы собираем делаем и как бы помимо этого бизнеса у нас еще два бизнеса про перекрывают друг друга и у нас как бы все нормально все четко слава господи да благодаря всем вам всем хейтерам всем не хейтерам вообще всем а вот а там за океаном у тех кто на пальцах все это объясняет им нужно чтобы вы покупали и без разницы что говно и говно лишь бы вы брали чтобы вы принесли бабло сейчас им кушать хочется понимаете это и они стараются вас вовлечь в любое дерьмище чтобы просто взяли у них автомобиль сидят чешут и бляда лишь бы брали какая разница лох пришел очередной на пальцах же продадим вот так вот они вам продают понимаете это я ну что 4 походит концу что мы делаем перебрасываем все собираем все и ближайшее время виталий нам соберет видосик карапуса учить читать учится читать мама контролирует все всем приятного просмотра до завтра у нас пятница дорогие друзья всем доброе утро ну вот и пятница собираемся на базу но опять же первое что мы сделаем сегодня это поедем на ландровер на отдельности ландровер в связи с тем что целую неделю наш автомобиль находится там нам объясняет непонятно какие-то вещи нам не дает машину взамен ландровера поэтому едем с дашей ругаться дальше собирается и мы отправляемся именно туда но я сейчас вам покажу на чем катаюсь я сейчас ребят смотрите это ford expedition интересно вот на чем я передвигаюсь в общем это ford expedition 2018 год здесь объем двигателя 3 5 литра кстати можно неплохо таможить их в украину для беларуси для россии это конечно 35 уже такой довольно таки тяжелый под таможенный объем данная модель ребята в районе 35 тысяч долларов мы хотим от полностью сделаны он был бит конечно же с аукциона copart есть мне интересно кому-то сделано наш автомобиль который мы продаем здесь сша я как бы сброшу сайт продаем здесь сша мы из-под ferretti motors как бы заходить на сайт пересмотр смотреть 7 motors и потока отправка аутсайд за предел сша как мордашка народ вот такая вот вообще мне понравилось я как будто иногда беру такие машины поехали посмотреть что как почем как они везде как они на дороге здесь у нас три ряда сидений вы видите черный потолок есть тут куча 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 моментов такого рода управление было короче есть все что вы видите если кому-то интересно ребята опять же сайт внизу внизу в описании проходить смотрите автомобиль который мы продаем здесь сша вообще феликс недавно тестировал линкольн навигатор и в общем приходим к мнению что американские автомобили многие гораздо комфортнее гораздо лучше нежели даже лексус ават поэтому не знаю что мне будет следующее реально ну что погнали сейчас в школу потому как ребенок забыл у нас там домашнее задание но дальше делисто на дровер и потом такая база по периметру нашего дома старая хозяева пооставляли вот таких вот лягушек везде они по всему периметру как вы думаете зачем они подсказываются пишите что я допустим не понимаю зачем эти лягушки во всех возле всех деревьев на всех углах друзья я добрался итак идем вынимать батарея 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 из теслы model 3 вроде бы жене и одолел уже пишет подходите вынимаете нам доставили я вижу на базу еще один фольксваген сиси сейчас все покажем в общем смотрите пятница понеслась вот такой очередные черные двери крышки багажника сам бампер вот ковер даже кто-то был с вазы и с карандашами дорога бывает так а здесь на погрузку стоит контейнер который мы будем закидать вот такой вот прицеп заклеили веса максимум вытяжка влаги вовнутрь а смартфон ну и живет нам сейчас покажет народа что у нас идем выбирать сейчас приподнимем да еще приподнимаем вот она какая наш ребят как думаете сколько она стоит пишите в комментариях батарея на tesla model 3 и вообще сколько она стоит у вас нужно ли вам батарея ребят что у нас здесь ну вот вот так вот выглядит днище tesla model 3 батарея не такая толстая не такая большая как думалось да как казалось 414 только внутри нас 16 17 18 и по кругу и по кругу ребят 18 салона получается для то чтобы вы нет батареи 14 салона 14 салона 4 здесь снизу 4 снизу дальние тоже с ним остальные снизу по кругу а вот эти это тоже салон а ну значит 18 до 18 салона получать ребят чтобы у вас никто не спор ключи никогда вот так все трос кусайте зубами переводчик вы будете спирать такие вещи дать ему да и так ребят забиваем химией забиваем химии очень много не станал сама вот вот так вот у нас дымок дымок сухой туман ребята сухой туман заходит сюда спокойненько через дверь конечно он немного выбирает ну уж понимаете да то есть там есть дырочки но все специально для того чтобы не было плесени в ваших автомобилях друзья я напоминаю всем что фары вот эти которые мы откладываем здесь вы можете приезжать забирать бесплатно так как они никому не нужны это я не знают harley дейтсон я смотрю от форда против туманочки какие-то фары от prius от murano от monter это все мы выбрасываем в мусор ребят аэрбэги поэтому те из вас то в сша можете приехать приехать забрать это все бесплатно дело в том что мы не выставляем вещи дешевле 35 40 долларов на ибо все для вас а вам нормально поспорье будет ну и на мусор уберется сколько у вас стоит фара на муране вот видите есть такая а может вам нужен туарет или аудио 6 ребят ну тоже даже дуран колесико уже собраны доставили вот такой автомобиль кто-то спрашивал про бмв x5 е53 распил разбор вот они да еще такой момент когда отправляете сюда машину всегда водителя должны знать кому она едет а не так что человек приехал где-то я не знаю мне сказали адрес я не знаю кому помните ребята кто диспетчера сами автомобили стилис мы будем раб 4 заказчик согласился с осмотром данного автомобиля чтобы мы его не скрывали а показали какого состояния и так далее в общем вот у нас он без подвеска стрим будет по нему что еще у нас дюранга дюранга сбортировали колесико она уже здесь на своих местах до каточку повесили повесили я думаю там по мест на место уже должны были да все здесь на месте и все отправляется не стрима влог а итоги недели да нет понеслись лайки или нет но ответьте уже потихонечку не идут нужно хорошо молодцы паси больше всех сняли ура класс собираемся пьяных ну-ка-ну-ка неужели там домик получится народ оху вьетный стараемся Садусь сзади, вот, Димон зарублен, сегодня Димон У меня возит, о, жизнь удалась, ого, мы на экскуршене, да, в экспедишене Нормально, нормально, такое движение, о, такой, бля, я думал, тут подлокотник, вот, не подлокотник, кстати Ну, тоже неплохо, погнали в этот, в, как его, в Хомдзипа Цепи, 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 она должна быть где-то здесь, здесь, здесь В конце, да, перчатки, бери, так, перчатки, которые там нужны, как цепь по-английски, там, цепь по-английски, ты не знаешь Вот, вот, все, нашли, приехали два, цепь, не знаю, как называется Ну, что, берем ящик, да, берем ящики, карабины забирай все, все, которые есть, забирай, чтобы они у нас были Сколько тут? 128 ящиков, 150, 150 Смешно глянем, по итогу покажем, насколько вкусно Хотите узнать? Ожидается Вы говорите, коротко? Да Пойдем, я думаю, что помню, чтобы достать два ящика цепи Кому не расскажу, а Дима спиздил один болт Дима спиздил один болт Так, народ, здесь что мы сделали? Бросили подвеску, передние подрамники, и бросили уже, вы видите, задний, ну, вот этот вот подрамник вместо электродвигателя Тесно Модел 3 Сейчас отправляем Кузов под таможню готовим, поэтому все вот так вот разбираем Кому интересно, готовить кузов под таможню Ребят, ну, вы же знаете, вообще автомобиль из США, это же 7 Моторс Номера телефона в описании подам на видео Вот эти товарные знаки Toyota Да я знаю, ребят, вот это товарные знаки от Toyota удаляются для таможни Мы в этот ролик не выкладываем, но выложим через год Это через год будет выкладываться Через год будет другая обстановка Нету тела, нету дела Крышка багажника, снимаем также лейбл Toyota, 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 ребят Кто отгадает, в какую сторону отправляться к антеннеру? Зачем снимать? Вот сразу себя спрашивают, зачем снимать А вот интересно, да Таможня, товарный знак, да, получается? Да Toyota запрещает возить запчасти Toyota запрещает возить запчасти Потому что Считается, что Toyota не ломается И поэтому Они считают, что людям не нужны запчасти Нам приходится в пятый год уже резать вот эти влевые Ну да Ну ничего, ничего Уже ножик То есть этот ножик когда-то мне подарил, знаешь что? Мой бывший лучший друг Мой бывший? Нет, мой бывший лучший друг Нет, ну ничего страшного Один раз, как говорится Ты, 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 ты серьезно? Подожди, подожди Это веган, веган, так говорит Один раз, не подораз Да, да Это меня Это меня веган научил Итак, друзья Бортируем колеса для Теслы Тесла модул 3 Для одной, для второй Есть сосочек там, нет? Нет, тоже нет Друзья, пятница подошла к концу Приехал, знаете, куда? Приехал в Эдмонд Кого мы видим здесь? Дашу видим Даша здесь где-то Ну а я, как всегда, по магазинам В общем, пятница Ребят, не знаю, понравилась вам наша неделя Не понравилась, в общем Делитесь Пишите Ставьте лайки Поводите видео в ТАП Мы очень того хотим Ну и не забывайте подписываться, конечно же Ну и до новых встреч, кстати Мы скоро будем делать очередное видео В воскресенье Как я и обещал Будет оружие Много оружия Забегайте, смотрите Всем пока До новых встреч